И с вами снова Вишняков Андрей. Сегодня опять пойдет речь про языки любви. И у нас сегодня будет язык любви, который называется время. То есть это желание людей, чтобы их партнер вместе встречались, что-то совместное делали, вместе путешествовали, решали какие-то вместе вопросы. То есть это прямо физическое присутствие в одном пространстве, чтобы ощущать рядом человека и чтобы он был включен в твою деятельность. И мы смотрим на что? Мы смотрим на то, где вот этот язык любви может быть нагружен какими-то семейными сценариями, паттернами. Для чего мы смотрим? Мы смотрим для того, чтобы не накладывать на нашего партнера избыточное желание, чтобы он решал проблемы, связанные с этим языком любви. Ну вот я думал после прошлых двух выпусков, да, то есть про эти языки любви. И почему важно не тащить туда что-то из семейных сценариев, из паттернов тащить. Потому что если мы как бы нагружаем это, получается наш партнер выполняет какие-то внутренние задачи, которые у нас есть, наши внутренние проблемы, да, то есть он помогает нам их решать. Но это не совсем правильно, например, вот в прошлый раз мы говорили про подарки, да, то есть человек дарит подарки, значит, он как бы компенсирует то, что не было дано там мамой, папой, вот это вот каким-то таким-то ценностям, которые вкладывались. То же самое и про время, да, то есть вот мне этот язык любви знаком, он у меня такой, ну я бы сказал, основной. И как раз вот, например, сегодня вот, почему вот сегодня захотел сделать передачу, там, ну, не смог на выходных, мужскую группу мы вели, и три дня практически меня не было в доступе. Поэтому, ну, делаю вот сейчас посреди недели. И почему важно вот это время? Вот сегодня там читаю пост, там, знакомая моя пишет, что она посетила в Третьяковской галерее, там, выставку Куинджи, да, и я такой, о, на выставку сходить прикольно. И до меня вдруг доходит, да, что мне одному как-то неинтересно, да, то есть вот какие-то вещи, например, спортом позаниматься, мне одному вообще зашибись. Там, велосипед, там, лыжи даже, вот какие-то вещи я один там могу, активный, где я впахался там куда-то вот, качусь, еду, вот мне одному хорошо. А выставка – это не самая сильная моя сторона, я вот думаю, что-то я один пойду, выставка, что я там выходить, смотреть. Ну, то есть я там плохо в этом разбираюсь, да, мне интересно, я фотографии на Фейсбуке посмотрел, мне интересно, но вот одному идти, ну, то есть мне хочется, вот я просто описываю, как выглядит мой язык любви, да, вот про время, и мне хочется вот с кем-то пойти. Вот для чего я пойду, да, то есть вот я хожу, я что-то увидел, о, мне прикольно, я хочу обсудить, слушай, о, это вообще зашибись. Мы вместе стоим, смотрим, вот я прямо описываю вот этот вот язык, да, то есть поскольку мне легко, да, то есть он у меня такой ведущий, да, вместе стоим. Потом раз что-то такое юморное увидели, вот, обсудили там, да, или увидел какую-то толпу, которая где-то столпилась вот около одной картины, раз там сказал. Человек что-то просмотрел, для меня даже не настолько важно вместе что-то обсуждать, но вот вместе, вот даже по одному пространству, например, вот если я там хожу, да, например, с кем-то, да, то, соответственно, мне становится как-то комфортно. И то же самое у меня есть опыт про путешествия, да, то есть вот я могу спокойно один ехать, но мне пришлось, например, себя как-то, поскольку я путешествовал в основном с кем-то, ну, только какие-то экстремальные у меня были такие походы, там, когда я там, не знаю, в Крыму два месяца я жил, там, меня проперло, Кастанед начитался, и вот меня проперло пожитие по Кастанедии. Вот я один живу, но это так, я прям задачу себе ставил, да, то есть вот я один, я прям чувствовал, что мне это нелегко, прям внутри вот это все время ловил вот это ощущение, или вот два года назад я в горах там жил несколько месяцев, да, и тоже там без интернета, без всего, но для того, чтобы здесь быть одному, мне, естественно, нужно вот как-то поставить такую себе задачу, вот я, там, не знаю, медитирую там, да, то есть я там внутренне как-то расту, там, или спортом я занимаюсь. А если, например, это именно путешествие в Сайпси, да, там, посмотреть что-то, да, то есть вот, то, конечно, мне важно вот делиться, важно как бы с кем-то, что вот присутствует, даже на машине я еду, да, то есть мне прикольно с кем-то поговорить. Я вот думаю, для нас таких, у кого основной язык, вот, время, да, вот так придумали бла-бла-карт, там, едешь, и вот, там, болтаешь, там, вот, с кем-то, да, то есть это, хотя это и не про любовь, но все равно ты вместе с кем-то проводишь время, знакомишься, вот это вот прикольно. Вот, то же самое, если брать там, например, женщин, например, ну, то есть им важно, да, вот это про встречу, да, то есть важно, чтобы там мужчина, ну, как-то за пределом дома, да, то есть вот он встретил, там, не знаю, с работы, там, да, или как-то организовал, куда-то мужчина повел ее, да, то есть вот он там на выходных спланировал куда-то совместно сходить, да, то есть вот иногда им прям хочется, чтобы вот как-то мужчина был заинтересован. Вот здесь такая важная вещь, которую важно вот почувствовать, да, что это не просто, вот я говорю так, вот, что здесь на что обратить внимание, чтобы вы, если у вас это есть, или у ваших партнеров есть это что-то в языке любви, то есть здесь есть такая важная вещь, как качество вот этого времени. Если это на отвали, там, да, ну, вот я сижу, не пройдет, то есть это нужно как-то общаться, реагировать, даже если два человека вот будут сидеть там в телефоне, вот язык любви одного, да, там, просто он сидит в телефоне, что-то изучит, но все равно он что-то увидел, я вас уверяю, он развернет этот телефон, покажет, среагирует, да, то есть ему важно, да, чтобы второй человек на это как-то откликнулся, как-то на это среагировал. Вот это вот качество времени, присутствие, можно сказать, да, то есть вот разделить шер, да, то есть разделить вот это время, разделить вот это присутствие. Вот, и то же самое относится к совместной деятельности, да, то есть вот, например, если взять там мои прошлые отношения, да, то есть когда я еще со своей там будущей супругой не был, как бы в отношениях, вот я так, ну, давай какой-нибудь тренинг проведем, вместе она коуч была, вот, ну, давай, раз провели, было там нормально, да, там разделили там какие-то обязанности, там собрали, проверили, вот, а когда, например, уже были в браке, там, да, то есть я как-то предлагал, давай что-то совместное, ну, да, 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 вот, но дальше вот слов там не шло, да, то есть, а мне было вот важно, да, что нас объединяет. Дети в браке не появлялись, как вселенная не давала детей, и важно было найти, про что наш брак, да, вот меня, вот поскольку у меня язык любви был, именно про совместность такую, да, про время, вот, мне было важно, да, Пока мы там путешествовали, ездили, всю Индию объехали, на Муджи съездили, в Калькутту съездили, к идолам посетили такие храмы Кали, поехали в Таиланд, храмы посмотрели, посидели, помедитировали. Вот пока у нас было что-то совместное, на Алтай поехали, еще там Барселону, вот пока у нас совместное что-то было, то есть это было очень комфортно, мне было, у нее это не ведущий был язык любви, поэтому, например, ей было важно побыть одной, в Барселоне, помню, мы были, в какой-то момент и все, мне вдвоем нет, я пойду одна, там нет магазина, еще что-то. То есть вот как бы она одна как-то проводила время, а мне вот совместно хорошо, я как-то хожу, что-то делаю, тем более города это не моя стихия, моя стихия природы, что-то такое. Поэтому мне в городе одному вообще как-то некомфортно путешествовать, то есть для меня, конечно, вдвоем это намного легче. И если перейти, например, откуда может быть нагруженность из семейной системы, ну понятно, здесь вот довольно-таки легко догадаться, да, что если это время и откуда голод берется, да, здесь же про голод, что хочется, чтобы другой человек компенсировал, да, вот как-то вот то, что не хватило. Ценность. Откуда накрученность, откуда такая заряженность вот именно этим языком. И это понятно, что, значит, в детстве ребенку не уделили достаточно времени в тот период, когда родители были ему сильно нужны. Ну, первое младенческое время, это, значит, ребенок в симбиозе, и ему прям совсем надо много времени, он там плачет, ему важно, мама подошла. Играть хочет, важно, чтобы подошли. Дальше там ребенок начинает там ползать, как-то, да, что-то исследовать. Вот ему, опять-таки, здесь важна безопасность со стороны родителей, бабушек, дедушек, да, то есть ему важно, чтобы за ним присматривали, важно вот эта безопасность. Дальше он чуть подрастает, ему он уже один там, сам хочет играть. И опять-таки, если вы на детской площадке посмотрите, там, ребенок, ой, мама, посмотри, как я повис там, или папа, посмотри, как я съехал с горки, да. То есть ему очень важно вот это присутствие со стороны взрослых для того, чтобы разделить. Дальше там появляются какие-то песочницы, ему хочется уже, там, чтобы кто-то с ним что-то лепил, там, да, то есть как-то вот ему хочется слепить что-то и там из песочка принести, там, бабушка попробует, там, мой куричик, там, да, то есть он играет. Ну, помните вот эти игры, там, дочки матери, еще что-то, да, то есть дети, они тоже вовлекаются. Ну, там дальше уже такая больше социальная среда, там, лет, там, с трех, там, спокойно можно в садик, там, отдавать. И если брать ужасы вот в этом периоде детей, они описывают, что описывают, в садик отвели, например, родители, да, то есть если контакта не хватает, там, дома, или ребенку очень важно, родители. Ну, вот, не знаю, особенно у мужиков там встречается, да, ну, вот я сижу, мама, папа, там, из садика ушла, я сижу один, там, на стульчике, играть ни с кем не хочется, я их жду. То есть вот он еще маленький, три годика еще маленький, он еще сам не справляется, да, то есть и он ждет маму, папу и даже не может переключиться на других детей. Иногда там спрашивают, ну, а что вы другие, нормально, в садик отвели, они радуются. Ну, это, скорее всего, моя версия, ну, не берусь там утверждать, дети все разные, но чаще всего это, значит, ребенок дома наигрался с родителями, он наелся, понимаете, вот это прям в прямом смысле, он наелся вот этого контакта со стороны родителей, внимание, и, может, блин, уже тошно, уже, вот, уже они надоели, ему хочется как-то с кем-то еще там позаниматься, поиграть. И в психотерапии считается, что для того, чтобы ты стал самостоятельным, здесь внимательно, независимым, парадокс заключается в том, над чем работает психотерапия, чтобы сначала ты вот так наелся зависимостью, да, то есть в каком-то, в хорошем смысле, зависимостью, это ты вместе с родителями, ты принадлежишь родителям, но и родители принадлежат тебе. Звучит парадоксально, но если вы вот послушаете там женщин, которые там с младенцами, да, то есть основное, на что они как бы жалуются, я принадлежу ему, я не могу спокойно там, не знаю, уйти в магазин, я не могу позаниматься чем-то своим, я принадлежу ему. И важно ребенку, да, чтобы вот эта его потребность в присутствии родителей, она была удовлетворена, понимаете, вот прям в прямом смысле удовлетворена. Если она не удовлетворена, то он вырастает с вот этим внутренним посланием, мои потребности никогда не будут удовлетворены. А это очень сильная потребность именно вот в таком контакте, в присутствии, да, то есть совместной игры, да, совместного проведения времени. А родители вот здесь вот про что-то, таракан может быть, а родители гордятся, вот если послушать, они гордятся. О, мой ребенок один сидит, играет, вот там конструктор, как он хорошо справляется, как он там прекрасно проводит время. Только они не задумываются, да, почему он прекрасно справляется. А потому что, как у крыс, да, то есть если она пробежала там за едой, током ее ударили, ну один раз, второй побежит. Второй раз ударили, побежит. На третий раз крысы, и побежит. То же самое ребенок, условные рефлексы Павлова никто не отменял. Он подходит к маме, например, там, мама, там, да, там, поиграем, мне некогда, там, я вот там на кухне, там еще. Он раз, микроударчик током получил, от него отвернулись, бойкот, например, да, там, ну не бойкот, пока мама отвернулась. Папа, к папе подходит, папа уставший, пришел там, да, папа там, поиграй, давай. Ну папа такой, ну я с тобой потом поиграю, ну куда, сейчас, нет, сейчас вот я там устал, получил ребенок второй микроударчик. Потом, например, он что-то сделал, он один играет, вот внимательно смотреть. Он один собой занимается, что-то делает, бесится, один, да, он ни под чьим присмотром находится, он что-то пробегает, что-то роняет, что-то разбивает, взял чего-то. То, что он один, он придумал себе игру какую-то. Игра становится не очень там безопасной, потому что он еще не знает, как вот играть так, чтобы родителям нравилось. И он что-то сделал, там, раз, мама на него обиделась, что-то пролил там, там, разбил, или папина что-то взял, разбил. Ну раз, ребенку закатили, такой, все, не хочу с тобой разговаривать, ты плохой ребенок, раз, от него отвернулись. Ну офигеть. То есть, получается, он сам пытался организовать свое время, сам себя занимал, в итоге он как мог, там, справлялся со своей ситуацией, а ему такой, все, ты плохой, мы с тобой разговаривать не хотим, иди подумай, да, отвернулись от него, бойкотик закатили и ушли. В итоге ребенок, он как бы не знает, как ему вот одному там играть, что делать там, да, то есть, как справляться самому. Он маленький, он еще не справляется, да, то есть, ему нужно, чтобы ему как-то совместно там проводить. И очень важно, вот когда я там в университете учился, у меня там курсовая была, я как раз писал про там племена такие древние, да, ну, то есть, ну, вот племена, ну, не древние, они сейчас есть где-нибудь там в Латинской Америке, в Африке. И как готовили детей, да, вот в такую взрослую жизнь там, в племенах, ну, естественно, их вовлекали, там, давали перебирать там зернышки какие-то, не знаю, там, колоски, вот, помогали там, какую-то шерсть они там, вот, ну, то есть, вот сначала в игровой форме, но потом детям было важно, да, то есть, важно помогать родителям, важно включить вот эти вот дочки-матери только на таком уровне, как бы, вовлеченность в свое племя, в такую нормальную активность со стороны, вот, ну, такой полезной деятельности. И там уже лет 7-9 уже в племенах детей привлекают для того, чтобы они помогали. Ну, на Руси, посмотрите, картины какие-то, то же самое, дети помогали родителям. Им важно, да, важно быть нужным, важно участвовать. Это сейчас там школа, да, там школа, вот ты учись все, вот не лезь никуда, мы там, соответственно, ничего, вот там, ничего-то нам не нужен, да. А раньше детей, как бы, сильно вовлекали в такую взрослую жизнь и готовили, и дети чувствовали себя частью, частью пространства, частью семьи. Вот. И, соответственно, если ребенок, он вот не получил, да, вот этого, ему тяжело, он понимает, что родители лучше не дергать, не трогать. Естественно, он научается быть один, справляться один, он решает сам придумать себе игры, сам что-то там себя обеспечивает какими-то, не знаю, там, задачами обеспечивает. Но голод-то остается у него внутри. Да, конструктор хорошо, да, вот эти современные какие-то игры хорошо. А потом вдруг родители удивляются, что-то у меня вырос там, ну, там, ему там, не знаю, 10-12 лет. А что он у меня сидит где-то там в телефоне сидит, что он ни с кем не гуляет. Ну, здрасте, родители. В детстве вот, например, иногда там просят, там, у меня приехать там, да, там, ну, там, ребенок и просят приехать, вот, консультацию, да, и мне там, я не могу там в город уехать. Ну, раз ребенку, там, как решается, там, сессия полтора часа ребенку, а им подали, мультики включили, или там, игрушку проходит, вот он там занимается, да. Но это вот как бы вынужденная мера, а некоторые там детям дают что-то, да, вот дети сами себе предоставлены. В итоге, смотрите, если природно у нас есть потребность такая наезд вот этого контакта, да, присутствия, есть, потом поговорим отдельно про физический контакт, а это контакт времени, да, контакт присутствия. Если эта потребность есть, а она не удовлетворяется, ребенку сунули вместо этого, там, гаджет какой-то сунули, или конструктор, или какие-то игрушки сунули. Понятно, это все полезное, все нужно, да, но получается, если все время ему совать, то у него внутри голод накапливается. И если он этот голод не удовлетворил рядом с родителями, он постепенно вырастает там как-то, да, в то, что он, конечно, хорошо один время там проводит, он умеет, сам о себе заботится, уроки делает, все зашибись. Но, когда он вступает в отношения, у него остается внутри голод, нереализованная вот эта потребность, потому что он вступает в отношения, ему хочется контакта вот такого присутствия, временного, да, когда вместе мы что-то делаем. Он не наелся еще, и внутри он чувствует, вот он, как внутри, ну, вот я в отношениях, а для чего я в отношениях? Ну, вот так, если на секундочку. Ты был в семье, в своей родительской семье, нихрена ты там вырастал сам, особо тобой не занимались, тебя кормили, одевали, поняли, особо с тобой время не проводили, не общались. Хорошо, ты вышла замуж или женился, да, и что? Что ты нашел себе такого же, как родитель, который тобой не занимается, время на тебя не уделяет, тогда внутри возникает, да, нахрен мне тогда этот брак-то нужен, нахрен мне такие отношения. Ну, хорошо, там, секс там, да, это все-таки про контакт, такой физический контакт. Подарки – это другой язык, там, любви. Ну, вот это язык любви-то, да, про время. И тогда внутри возникает тоже такой голод, и внутри тогда поднимается проблема, а что, у меня и детство не было со мной рядом. Я выбрал себе такого партнера или партнерши, такую, как мне хотелось, да, чтобы вместе проводить время, там, путешествовать. А мне говорят, ну, вот у тебя там подруги есть, да, там, ну, то есть пообщайся, там, или на работе, там, или что-то, где-то. Но внутри-то хочется, если человек близкий, да, в чем травма-то может заключаться? Со мной время-то не проводили. Кто? Близкие. Да, я могу пойти на тусовку, но это другое качество. Это как в садик, да, мне можно было пойти в садик, я могу пойти на дискотеку. Это не проблема, это социальный контакт, это социальное взаимодействие, оно более дистантное такое. А это же близкое взаимодействие с близким человеком по духу, близким по каким-то взглядам на жизнь, по интересам. Вот это самое вместе, да, мы вместе, да, то есть мы вместе что-то делаем. И, соответственно, родители как-то гордились, да, что вот ребенок сам справлялся. Ну, на секундочку, тоже здесь тень, в чем может тень-то заключаться? Ребенок, ему что хочется, чтобы его любили, да, чтобы его принимали. И вдруг ребенок, вот есть условный рефлекс, мы сказали, от него отвернулись, да, попал. А есть еще безусловный рефлекс, это когда подкрепление, да, то есть там птичка, например, она кушать хочет, она нашла там кнопочку, раз клювиком нажала, там что-то там посыпалось, да. Или она видит там, с собачкой видит, что если хозяйке нравится, что она хвостиком виляет, или там голову подставляет, ну, видит, что ей что-нибудь вкуснее клюю гладит. Ну, а почему нет, она будет это делать, да, потому что она видит, что хозяйке там песенку спеть, хозяйке нравится, она делает, да, то есть вот. И то же самое ребенок, если он видит, чувствует, он слышит, что маме, папе нравится, да, то есть если им приятно то, что ребенок один играет, что он один сам справляется, если приходят в гости там какие-то подруги, там друзья, родственники, и мама там с гордостью говорит, вот там, там, а Грюша сам там сидит, играет, он у меня вот вообще такой самостоятельный, такой хороший. А что остается ребенку? Если мама этим гордится перед всеми, и маме это нравится, ребенок научается, да, он научается быть один. Если когда он подходит к маме, он ее грузит с собой, он внутри получает микроударчик, мама ему сообщает, мне не до тебя, ты меня беспокоишь, а когда он сам справляется, мама говорит, какой ты классный, какой ты замечательный. Естественно, ребенок, если он такой замечательный, что он один играет, то он и будет один сидеть, играть. Но это не из-за того, что ему нравится сидеть, играть одному. Может быть, со стороны это так и выглядит, но на самом деле нет. Ему хочется, как любому другому ребенку, но я не беру там какие-то там, ну там, нарушения, с которыми... Есть, конечно, там, есть шизоидная структура, там, да, или аутичный ребенок, да, но он, конечно, не хочет. Но мы говорим среднюю температуру по грубе. Понятно, все разные рождаются, да. Я говорю все-таки там больше про нас, невротикам, да, которые выросли. Ну, просто у нас нет таких прям совсем полярностей таких. Соответственно, ну, если нам важно вот это время, оно застревает, да, внутри. Вот эта потребность, она переходит там в подростковый возраст, переходит потом в отношения, переходит, да. И вот мы вступили в брак там, да, то есть, естественно, нам хочется так, так, чтобы наш партнер был чуть лучше или намного лучше, чем наши родители, родственники, там, бабушки. А если он еще, например, вот я сказал про бабушек, дедушек, а если его еще отправляли в деревню, например, там, в другой город бабушки, дедушки на лето, например, а там им интересовались, там им занимались, он вдруг еще до кучи, мало того, что у него голод есть, а до кучи он вдруг увидел то, что бабушка, оказывается, контактная, дедушка, оказывается, может с тобой, там, не знаю, там, дрова пилить, там, да, там, или что-то там делать, на рыбалку с тобой ходит, да, куда-то тебя берет, с тобой что-то делает. И вдруг ты, ну, как понимаешь, что это в мире существует, это кайфово, почему бы этого нет, да, почему бы этому не быть. И, конечно, если он вообще бы этого не знал, ну, нет и нет, он вступил в отношения, ты хрен его знает, может, вообще со мной, может, я настолько, там, должен быть один, и он не претендует ни на что в отношениях. А если он вдруг узнал о том, что такое бывает, конечно, он будет как-то внутри, там, ну, как-то этого ожидать, может быть, даже требовать. Вот. И второй вариант – это если вообще, ну, то есть родители отсутствовали, да, то есть вот это если на работах, вот у меня мама там, например, 3-4 работы, из них одна была сутками, да, то есть ее сутки не было. Но она придет, там, суток отпросится, там, поселок, там, в Подмосковье, да, отпросится, еду приготовит, быстренько прибежала, там, да, что-то сделала и убежала. Если она там суток пришла, уроки не сделали, там, ремень, прыгалки, там, раз, 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 вы плохо себя там ведете, наковырял. Скорее, для нас с братом там было ужасом, да, что вот ожидание мамы сейчас придет, с одной стороны, мы должны были радоваться, с другой стороны, а вдруг мы что-то не так сделали, а вдруг уроки не выучили, а вдруг что-то разбили, а вдруг кто-нибудь из соседей нажаловался, да, и как бы даже приход мамы, вроде он радостью должен был быть, а он там мог быть не радостным. И, соответственно, матери, вот ее не было с отцом в разводе, и вот этот голод, он тоже накапливался, да, то есть вот физическое, то есть у меня, например, не было вообще физического присутствия родителя, да, и, естественно, когда сейчас я вступаю в отношения, мне хочется вот этого физического присутствия моего партнера, да, то есть вот у меня вот этот язык любви вот на последнем своем браке, я вот четко отследил, да, рефлексии все-таки есть, я четко отследил, что вот он прям фонил. Конечно, я с этим там как-то справлялся, я учился там как-то самому проводить время, мог там на лыжах сам пойти покататься, если же нет, ну, зиму она не любила, да, в Таиланде ей хорошо, а вот в нашей зиме ей было плохо, да, вот, и поэтому как-то вот я сам себя организовывал, да, но вот я все время чувствовал вот эту вот, как бы потребность такой, и как бы здесь, ну, важно прорабатывать, да, вот просто с чего я начал сегодняшний разговор, не должен, поймите, не должен другой наш партнер кормить наше детство, понимаете, он не должен как бы насыщать наш голод внутри, это первая вещь. Вторая, так же, как про подарки я говорил, получается, если другой человек насыщает нашу потребность, теперь на секундочку вдумайтесь, насколько он становится для нас важным, ценным, да, насколько мы на нем зацикливаемся, да, он, например, в командировку поехал, или на работе завис, там, или, например, пошел в фитнес-зал, да, там, после работы, и у нас внутри уже кошки скребут, нам кажется, что он нас не любит, вот, собственно говоря, для чего я этот цикл-то делал, это не значит, что он вас не любит, у него, может, нет такого языка любви, он нормальный, он среднестатистический человек, он как-то о себе тоже заботится, он проводит, он, там, может, и не знает такого, что вам настолько вот эта потребность нужна. Конечно, хорошо знать языки любви друг друга, да, естественно, если там кто-то, моя жена, вот она там знала, что у меня язык любви, время есть, да, она как-то старалась в меру ее возможности, да, как-то со мной проводить время. Но по-хорошему, ребят, ну, если честно, ну, надо как-то его немножко подлечивать, да, не за счет партнера, а за счет, ну, там, коуча, там, терапевта, групп какого-то, или такой внутренний такой... Саморефлексии, там, проработки. Если я знаю, что есть, я смотрю, вот голод появился, я так руками вот так делаю, не, не, это не партнер, это где-то у меня опять не хватает, там, мамы, папы, бабушки, дедушки. Ну, то есть не перекладывать вот это все на своего партнера. Накармливать, да, кормить, да, кормить своего вот этого внутреннего ребенка, отдавать ему вот этого идеального родителя. Компенсировать частично за счет близких людей, ну, не настолько в семье, там, подруги, друзья, найти какой-то клуб по интересам, да, в которых вы будете с людьми, которые близки вам по духам, проводить вот это время, разговаривать, там, если это путешествие, например, да, то вместе, не знаю, в путешествии съездить какой-то команды приятных вам людей, которые по-своему тоже близкие, да. И прям внутри иногда полезно, понимаете, в чем здесь важно, как тень, например, она переходит как бы вот в такую, в осознанность. Если я знаю, что у меня есть вот эта вот потребность, я прям специально, если я еду в путешествие один, я еду для того, чтобы накормить, не только посмотреть какие-то красоты там природные, а для того, чтобы еще накормить вот эту свою детскую такую нереализованную часть, для того, чтобы с близких мне людей этого не требовали. Второе, естественно, чтобы не расстраиваться и не злиться, потому что если мы, вот здесь вот такая же психология не знаком, то есть получается, мы ждем от нашего партнера, ждем вот, что он с нами проведет время. Он не может там, или, например, сегодня там устал, или не хочет, например, да, у нас она вот эта потребность, она есть. Мы ее не получаем, она схлопывается, и у нас внутри приходит боль. Но боли приходят две. Первое, нам, конечно, как для нормальных отношений хочется, чтобы партнер проводил с нами время, потому что это наш близкий человек, там, жена, муж, любимый. Это нормально. Но вместе с этим приходит вторая боль, потому что мы проецируем на нашего партнера, наших близких, маму, папу, там, бабушек, дедушек. Получается, нас там не любили, здесь опять как будто нас не любят, и внутри у нас совмещаются две эти боли, и когда наш близкий человек куда-то уехал, ушел там и с нами время не проводит, эти две боли объединяются, и она становится вот такая. Нам становится больно, а как нормально, если там ущипнуть, например, да, нам становится больно, мы защищать себя начинаем, да, то есть мы начинаем как-то агрессировать. И получается, на эту боль мы отвечаем нашему близкому человеку, мы злимся на него, мы его там можем обидеть в чем-то, обидеться на него можем, он вообще не при делах, он ведет себя нормально, как, естественно, как большинство там людей вокруг. Но ему достается, и нам больно, мы на него злимся, внутри мы говорим, ты там меня не любишь, я с тобой быть не хочу, и здесь, смотрите, ловушка какая. Если мне больно, я от него отворачиваюсь, я не хочу с ним быть. И в чем ловушка? А я внутри-то голод испытываю по отношению, я голод по вниманию, по присутствию испытываю. Внутри у меня зияющая рана, а я еще и сам из-за того, что обиделся на своего партнера, я еще и отвернулся от него, и получается, моя рана становится еще глубже. То есть вот эта недостача еще глубже. То есть я сам у себя краду контакт. Потому что, например, наш партнер, он такой пришел, он говорит, ну я же пришел, смотри, я там с работы отпросился, там раньше, там на полчаса, так вообще там я мог там в полночь прийти, да, но я знал, что ты меня ждешь, я сорвался, я приехал. То есть я хочу быть с тобой, он там в одиннадцать приехал, да. А ему все вылилось, блин, ты то, 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 я вообще разговаривать с тобой не хочу. У него крыша едет, блин, я на час раньше сорвался, чем вообще там начальство там от меня ожидало, да. А ему достается, и вы от него закрыли, да. Поэтому, естественно, сами себя еще и подставляете вот этой вот агрессии, которая прет, понятно, она из-за боли, да, но еще и достается другому. Ну и третья вещь, которая, безусловно, тоже как бы очень какая-то тревожная вот и опасная в этом, а если партнер ушел, если развод, если там, не знаю, любовницу нашел, и внутри у нас я вот это вот, со мной не хотят быть, да, со мной не хотят проводить время, кто-то лучше меня, он меня на кого-то променял, да, внутри поднимается весь этот травматичный материал, а некоторые вот довольно-таки частые явления, у кого прям совсем перекос по этому языку, они вообще там прям развестись не могут, из отношений выйти не могут, а потому что там фонит, это как я снова одна буду там или один буду, это что, как я путешествую, что я один не смогу поехать, а что я буду делать, мне не с кем там в кино сходить, на выставку, там даже говоришь там, ну а как, а подруга, не, не, ну подруги это нет, ой, я с ним хочу, и вот начинаются вот эти вот расставания, они такие бесконечные начинаются, то есть с человека как-то фокусируешь, и выясняется, дело вообще не в человеке, а дело вот внутри, что вот этот вот голод такой, да, как вот с кем я пойду, да, с кем, даже вплоть до того, что, а кому я вот завтрак приготовлю, а я как утром проснусь, вот один там, рядом проснусь, да, то есть мне тяжело, да, то есть, и люди тогда не расстаются, у них вот эта бесконечная какая-то привязанность получается, им больно, тяжело, вот, а они внутри как-то расстаться не могут, то есть вот этот язык любви, он еще и нагружает вот такую составляющую, такой внутренней свободы. Если, например, человеку важно, просто, ну, мне важно, чтобы со мной кто-то там тратил время свое, да, на меня со мной тратил, но если человек не проводит, я спокойно разворачиваюсь, ну, окей, мне, я понимаю, что у меня такой вот язык любви, но нет и нет, ну, окей, я пошел. А здесь, получается, если сильная такая вот зависимость от этого языка любви, то и уйти-то не могу, вот, и поэтому здесь, конечно, хорошо тоже вот смотреть, прорабатывать, да, и понимать, понимать, что проблема, она ноги свои имеет из детства, да, и, значит, искать ее нужно там. Не пытаться решить свою проблему за счет другого и пытаться сказать, что, ну, вот, если ты со мной, здесь в чем парадокс, вот, сейчас уже заканчиваю, в чем парадокс? Даже, вот, сейчас внимательно просто послушайте, даже если вам попадется идеальный партнер, который хочет с вами проводить время, который вместе с вами может и в бизнес пойти, и путешествовать может вместе с вами, внимательно, он не накормит тот голод, который у вас пришел от мамы, папы, там, бабушек, дедушек, меньшей мере. Потому что голод там есть, и все равно, все равно где-то вы сорветесь, где-то вы почувствуете, что ваш партнер этот язык не кормит, на работе даже может быть, да, то есть вот, как бы начальство там всем уделило внимание, мне не уделило, но все равно вот этот голод, который там накопился, он, соответственно, никак не компенсируется. Например, он может быть где, может, странно может, вот у меня у клиента, где он вылезает. А дети выросли, например, да, то есть и все. Дети ушли, живут своей жизнью. А как, они меня не любят, они мне не звонят, они не интересуются, они не приезжают там на мои, там, какие-то там celebration, там, еще что-то. Вот они уже все живут своей жизнью, а что, я теперь не нужна совсем, что к маме не надо приехать, не надо пообщаться. Он все равно вылезет, понимаете, не с мужем, так еще где-то вылезет, понимаете. Поэтому, конечно, хорошо внутри себя вот его просто рефлексировать, прорабатывать и понимать, что, ну, просто смотреть на окружающих, смотреть, а что такое там норма, да, вот что такое, как чувствовать ее, да, внутри прислушиваться, да, больно мне, не больно, соответствовать ситуации, как бы вот моей претензии, не соответствовать ситуации. Вот, ну, как-то вот так вот. Если какие-то вопросы там будут, ну, могу еще там добавку, я говорю, сначала я пройдусь по всем четырем языкам любви, потом посмотрю, что меня спросите, какие там тонкости возникают, и что-то про это скажу. Сейчас подумаю, что-то еще было, что хотел сказать. Ну, ладно, я посмотрю, напишите. Если я что-то вдруг забыл, то, соответственно, потом догоню. Ну, ладно, с вами был Вишняков Андрей, вот, надеюсь, что это было как-то полезно, вот, если что-то непонятно или важно сделать акцент какой-то, то я жду ваших вопросов. Прямо можете под видео вот в этой группе «Интеграция тени» можете мне их задавать. Спасибо, что были. И видео сохраняются, сохраняются вот в блоге «Интеграция тени», поэтому всегда можете посмотреть. Кто не посмотрел «Язык любви подарки», посмотрите, он там тоже есть. Все, давайте.